В Казахстане стихийные митинги из-за подорожания топлива. С 1 января сжиженный газ подорожал в два раза с 60 до 120 тенге за литр. Митингуют Актау и Жанаозин. Там протестующие перекрывали дороги. Президент Такаев поручил министрам срочно рассмотреть ситуацию. Полиция начала разгонять демонстрантов. Эксперты отмечают, причины возмущения шире – обесценивание валюты и высокая инфляция. Омикрон накрыл Америку. За сутки более миллиона заражений, сообщает университет Хопкинса. Рекорд за предновогоднюю неделю плюс 2,5 миллиона случаев показывает скорость распространения нового штамма. Администрация Байдена перед знакомым выбором – спасать людей или спасать корпорации. Тем временем на юге Франции у человека, вернувшегося из Африки, обнаружен еще один штамм. Анализ генома выявил 46 мутаций. После мужского разговора Путина и Байдена отношения России и США остались недовыясненными. Это были не просто телефонные посиделки, но важное действие, сообщил помощник Ушаков. Лидеры предупредили друг друга о готовности идти до конца, вплоть до разрыва любых отношений. Впрочем, обоим не хочется ядерной войны. С тех пор Байден связался с Зеленским и пообещал всегда держать его в курсе. Столтенберг от имени НАТО назначил переговоры с Москвой на 12 января. Пять атомных держав сделали неожиданное заявление. В ядерной войне не будет победителей. Война не должна начаться. Подпись под документом поставили США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Так называемая «ядерная пятерка» подписанта договора о нераспространении. Представитель США сообщил, даже такой текст пришлось согласовывать несколько месяцев. С наступлением нового года «Газпром» втрое снизил прокачку газа через Украину в Словакию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газотранспортного оператора «Июстрим». Если 31 декабря было прокачено 83 миллиона кубометров, то 1 января 49, а 3 уже 26. Цена на газ в Европе опять выше тысячи долларов. Китай создал самую большую в мире зону свободной торговли – региональное всеобъемлющее экономическое партнерство. В нем участвуют Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Бруней, Камбоджа, Таиланд, Сингапур и Вьетнам. На очереди Индонезия, Малайзия, Мьянма и Филиппины. Договор охватывает треть населения Земли и такую же часть мирового ВВП. С его вступлением в силу произойдет взаимное обнуление пошлин в торговле с Китаем. США остались за бортом соглашения. Тем временем администрация Байдена держит курс на максимальное обострение тайваньского вопроса. Это вновь подтвердили слушания в Сенатском комитете по международным делам. Замминистра обороны Ратнер назвал Тайвань главным узлом в поясе сдерживания Китая и введения блокады в случае начала боевых действий. Financial Times сравнивает эту речь с докладом генерала Макартура, президенту Трумэну, перед Корейской войной. Ратнер также отметил критическую важность Тайваня как поставщика полупроводников для американской экономики. МИД Китая напомнил, за провозглашение Тайванем независимости США придется заплатить неподъемную цену. Журнал «Политика» выяснил, Сенат все-таки примет санкции против «Северного потока-2». Причем законопроект продавят разработавшие его республиканцы, а не однопартийцы Байдена. Голосование намечено на 14 января, а заработать санкции должны в течение 15 дней, даже если Байден, не желающий обострять отношения с Германией, воспротивится. Apple дороже 3 триллионов. Это первая в мире компания, достигшая такой капитализации на фоне беспрецедентных финансовых вливаний в фондовые рынки. За год акции корпораций выросли на 40%, размеры яблока уже превышают ВВП Великобритании. Инфляция в Турции выросла до 36%, это рекорд за 20 лет. Только за декабрь цены повысились на 14%. Эрдоган объявил, что политика низких ставок будет продолжена несмотря ни на что, а совсем скоро население сможет насладиться плодами подлинной независимости. Forbes оценил самые дорогие подарки, которые российские олигархи сделали сами себе в ушедшем году. Самыми щедрыми оказались Мордашов и Абрамович. Первый обзавелся яхтой за 300 миллионов долларов. Второй Боингом 787 Dreamliner за 350 миллионов. Таких нет даже у Аэрофлота. Полезная площадь самолета позволяет воссоздать интерьер загородного дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова